Я скорость. Эта фраза, произнесенная молнией МакКуином, является девизом всего спидран комьюнити. И в сегодняшнем ролике я хочу посмотреть на самое быстрое прохождение старой доброй игры тачки 2006 года выпуска. Уверен, что каждый из вас гонял в нее еще до знакомства с тем же Need for Speed. Однако в спидране любой игры существует небольшая закономерность. На моем канале еще ни разу не было разбора мирового рекорда в категории без гличей. Не поверите, но в тачках они также присутствуют. Поэтому сегодня по канону игры мы устроим гонку между двумя спидранерами в категории Any% и Any% Glitchless. Самое быстрое прохождение в Any категории занимает пользователь с ником TEP, прошедший игру за 36 минут и 59 секунд. В то же время в категории Any% Glitchless первенство удерживает Fenster Ladder, прошедший игру за 1 час и 58 секунд. Усаживайтесь поудобнее, с вами Спектр. Заранее спасибо за ваши лайки и не забывайте подписываться на канал, видеоролики выходят ежедневно. А разборы стараюсь выпускать каждые две недели. Понеслась! Хочу порекомендовать канал Вот Те Гейм, на котором автор занимается прохождениями игр в виде стримов, уделяя прежде всего время свежевышедшим ААА проектам, таким как Outer Worlds, Modern Warfare 19 и Red Dead Redemption 2 на ПК. Вкупе с очень харизматичным ведущим, ты точно не заскучаешь. Подписывайся на его канал, ссылка будет в описании. Для начала обговорим несколько моментов. В прохождении первых тачек имеется два сюжетных режима, то есть полный сюжет и компактный режим. На сайте забеги присутствуют в обоих категориях, однако если мы говорим про самое быстрое прохождение, то выбираем укороченный сюжетный режим. Финальным заданием является гонка в Лос-Анджелесе, хоть в полном прохождении игры, хоть в компактном, до которой нужно набрать общее определенное количество очков за прохождение гонок. Спидранеры выстроили для забегов самый оптимальный маршрут прохождения сюжетки, а также пути для сокращения поездок, не стоит забывать о самых стандартных моментах. Все же тачки это гоночный симулятор. Необходимо заучить все игровые трассы, научиться быстро набирать максимальную скорость в гонке и стараться не терять ее при поворотах или же прыжках, хотя последнее можно отнести только к Личелос категории. Итак, мы приступаем. Самую первую гонку спидранеры начинают вместе, однако уже с первых секунд имеются различия в прохождении. Фенстер проходит трассу стандартным способом, пользуясь небольшими сокращениями маршрута. Сейчас все объясню. Если Макуин съедет с трассы на обочину, то игра, фиксируя данный момент, возвращает его обратно на трассу, но уже чуть дальше от первоначальной точки. Подобные точки в игре уже давным-давно найдено комьюнити и широко используется в скоростном прохождении. Однако данный ход не относится к гличам игры, так как игрой предусмотрена помощь игроку при выезде за пределы карты. В свою очередь, ТЭП проходит гонку иным способом, пользуясь такой фишкой, как Лэп Скип. Суть его состоит в том, что когда Макуин сдает назад слишком долго, игра возвращает его на трассу аналогичным образом, как и в случае с Фенстером. Если задействовать игровой телепорт из заранее найденной правильной координаты, при следующем касании линий финиша, Макуину засчитывают прохождение круга. Ехать при этом нужно задом, так как заранее затормозив перед телепортом, игра оставляет гонщика в покое, который после оборота камеры может продолжать поездку. Сейчас вы спросите, почему же нельзя ехать передом? Если даже вы затормозите, ехав передом в обратную сторону, игра может заранее телепортировать вас до того, как вы доедете до нужной вам координаты. Лэп Скип является не таким уж сложным кличом в игре. Единственное, это правильно рассчитать все точки отсчета круга игрой, что и видно из спидрана Тепа, который использует данный пропуск всегда по-разному. После выполнения первой миссии, активируется вторая гонка рядом с Макуином. Аналогичным образом, оба рекордсмена проезжают трассу своими способами. Затем спидранеры едут на задание к Салли. Теп в своем репертуаре использует лэп Скип, а Фенстер старается съехать на обочину для задействования бустов через телепорт. После этого раннеры направляются к доку Хадсону, выполняя с ним еще один заезд. После этого в сюжетке начинается первый турнир. Чтобы сэкономить немного времени, спидранеры используют карту и телепортируются на вторую гонку Радиатор Кэп Сёкот, так как спаун турнирного задания находится в двух метрах от этой гонки. В случае с Тепом он вновь использует лэп Скип, однако на турнирной трассе подобный глич работает лишь через один круг. То есть один круг используется лэп Скип, а уже второй круг Теп заканчивает, пользуясь бустом через выезд на обочину. Также игнорируется пидстоп в целях экономии времени. Однако хочется отметить, что подобные Скипы Тепа очень сильно портят резину Макуина, из-за этого у него снижается максимальная скорость передвижения. Но так как половину кругов Теп проходит нестандартным образом, он не обращает на это внимания. В свою же очередь, Фенстер проходит гонку стандартным способом, стараясь ехать как можно ближе к левой стороне. В его случае нельзя допускать стертость шин Макуина, так как из-за этого он потеряет драгоценную скорость. Как говорится, в каждой категории есть свои микромоменты. Сюжет ведет нас к Филмору, в котором оба спидраннера получают первый нитропакет, значительно облегчающий дальнейшее прохождение. Ведь все прохождение тачек будет полностью крутиться вокруг этих самых нитропустов. Все же в одной единственной гонке данный момент не будет учитываться, но об этом чуть позже. По заранее заготовленному маршруту рекордсмены едут на мини-игру с Луиджи собирать покрышки. Для дальнейшего спидрана требуется пройти лишь один уровень, благо покрышки всегда будут находиться на одних и тех же позициях. Следующим идет гонка с сержантом. И здесь в прохождении Теппа наблюдается первая ошибка. Когда телепорт не перекинул Макуина на следующий круг, таким образом Тепп проходит второй круг по страте Фенстера. После гонки вновь используется карта с телепортом гонки Филмора, однако путь раннера лежит на вторую локацию для прохождения гонки Меттера, по завершению которой спидраннер получит второй нитропакет. Кстати, в данном случае Тепп пользуется телепортами, работая на скачки через трассу. Фенстер же, в свою очередь, игнорирует их, отдавая предпочтение максимальной скорости. Одинаковая трасса, разные тактики спидраннеров. После этого выполняется еще один телепорт на вторую трассу, Редиэйтор Кап, от которой рекордсмены едут на второй турнир. Почему не идет перемещение к первому турниру? Сейчас объясню. Это связано из-за длительного вступления в начале каждого турика. Тактика остается неизменной, как со стороны Теппа, так и со стороны Фенстера. Однако у Теппа случается второй фейл в мировом рекорде. Во время скипа пятого круга, сзади в Макуина врезается оппонент, толкающий Теппа еще дальше от финиша. Таким образом, спидраннер проезжает два полноценных круга вместо одного. Затем раннеры направляются на новую гонку с Салли, параллельно попадая в третью локацию. Так как трасса представляет собой спринт, соответственно, Тепп не может выполнить скип с кругом. Здесь на помощь приходят те самые нитропакеты, а также преждевременные съезды на обочину для задействования телепорта до контрольных точек. После этого спидраннеры направляются на задание с третьим нитропакетом, собрав тем самым весь буст потенциал Макуина для последних трасс. Тактика неизменна с двух сторон. После этого раннеры выполняют еще один телепорт к заданию с метром, отменяя его, проезжают пару метров на гонку с Чиком, однако в этом случае Тепп использует лэп скип уже по-другому. Заезжая в правую сторону от старта, получая на экране надпись Wrong Way, игра сразу телепортирует Теппа на трассу, накручивая тем самым очередной круг. Фенстер, в свою очередь, вновь пробирается через заросли обочин трека. Затем выполняется еще один телепорт на вторую гонку Radiator Cap. Однако маркер следующего задания остается на прежнем уровне. Далее спидраннеры выполняют задание с ограблением Мака. Именно на этих двух гонках строится самая ключевая часть спидранна, так как заранее подобранные три нитро пакета дают игроку в ограблении полный потенциал в скорости. Главное аккуратно объезжать транспорт гражданских, у Теппа с этим возникла пара фейлов. Как и в случае с заданием на Меттера, тактики спидраннеров опять же отличаются. Тепп старается держать среднюю скорость Макуина 180, поддавая нитро буст лишь в крайнем случае. Фенстер же в свою очередь выжимает из Макуина максимальную скорость, прожимая нитро до самого конца, имея средний показатель в 250-260 км в час. В конце задания также могут возникнуть неприятности со сбором груза Макуина, ведь ненужные выпадающие объекты значительно снижают скорость передвижения гонщика. Собрав пять коробок, задание заканчивается. Аналогичная ситуация со следующей миссией. Выполняется телепорт к миссии Чика и смена на второе. Смысл тот же, не врезаться в гражданский транспорт и параллельно успевать выбивать с оппонентов вещи молнии. Кстати, в этом задании нитро буст недоступен, я об этом говорил в начале разбора, а каждое новое столкновение с оппонентом отнимает максимальную скорость. Вновь выполняется старый добрый телепорт на вторую гонку Radiator Cup, и здесь уже начинается финальная гонка в Лос-Анджелесе. Тепп выполняет лэп-скипы после каждого круга, так как на последнем треке нет ограничения на этот глич. Данная фича остается без объяснений. Фенстер, в свою очередь, проезжает все 12 кругов стандартным способом. Секундомер останавливается в момент пересечения МакКуином финишной черты, и таким образом мы получаем следующие результаты. Мировой рекорд Теппа в категории Any% 36 минут и 59 секунд. Мировой рекорд Фенстера в категории Any% без гличей 1 час и 58 секунд. А чей спидран вам понравился больше? Пишите в комментариях. Здесь также стоит отметить еще одну категорию Any% No Lab Skip, то есть прохождение игры стандартным способом через легальный проезд всех треков с первого по последний. Правда, рекорд существует лишь в категории полного прохождения тем же Фенстером 1 час 34 минуты. Компактный режим до сих пор отдыхает. А на этом видеоролик подходит к своему завершению. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то поставьте ему лайк и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы не пропустить новые разборы, которые я стараюсь выпускать каждые две недели, и другие ежедневные ролики. Ссылки на оригинальные раны находятся в описании к данному видео. С вами был Спектр. Играйте только хорошие игры и смакуйте их только с хорошими модами. Всем желаю удачного дня и всем пока!